Купить лыжную базу Алатау можно за 54 миллиона тенге. Это начальная цена. Победит тот, кто предложит больше. Второй объект, выставленный на торги, товарищество с ограниченной ответственностью, Жардем Шаруа. Оно специализируется на оказании услуг сельхозтоваропроизводителям. Это ремонт техники, дорог и каналов, изготовление и монтаж теплиц, торговля сельхозпродукцией. Стартовая цена Жардем Шаруа – 11 миллионов тенге. Два объекта, почему мы выводим, как по коммерческому тендеру, то есть по ним имеется задолженность, которую необходимо, который инвестор, который купит, значит, данные объекты должны будут погасить эту задолженность. Ну и, естественно, у нас есть требования сохранения профиля деятельности в течение пяти лет и, в первую очередь, необходимость вложения инвестиций. Тот, кому достанется лыжная база Алатау, должен будет в течение двух лет вложить в нее 150 миллионов тенге. А новому собственнику Жардем Шаруа придется рассчитаться с долгами по зарплате. Это порядка миллиона тенге. И еще 714 тысяч уйдет на обязательные бюджетные отчисления. При невыполнении требований в течение пяти лет постприватизационного периода будут применены штрафные санкции. Тоу Юштран, специализирующийся на торгово-закупочной деятельности, можно приобрести без всяких обязательств. А потом хоть перепродать, хоть в той хану превратить. Стартовая цена товарищества – порядка 6 миллионов тенге. Во сколько государство оценит шахдаринский рыбопитомник, пока неизвестно. Его стоимость сейчас определяет оценочная комиссия. Чтобы приватизировать лыжную базу Алатау, то уже в Демшаруа или Юштранс не нужно даже выходить из дома. Торги электронные. Необходимо зарегистрироваться на сайте госреестр.кез, внести гарантийный взнос. Через месяц в ходе торгов, чтобы приватизировать госсобственность, нужно заявить самую высокую сумму через компьютер, кликая мышкой. С начала приватизации в Южном Казахстане уже продали половину доли ТОО «Техническая инспекция», которая оформляет разрешение на производство земляных работ. Торги начались со стартовой цены – 727 тысяч тенге. Максимальную сумму, которую предложил победитель – 1 миллион 63 тысячи тенге. А вот ТОО «Сауледжиния Калакурлэс» в Кентау с первого раза продать не удалось. Когда покупатель узнал, что никакого имущества, за которое он собирался заплатить 2 миллиона тенге, у ТОО нет, то отказался приобретать компанию. На повторном аукционе, стартовавшем 72 тысяч тенге, максимальная сумма, предложенная покупателям за «Сауледжиния Калакурлэс», составила чуть больше 95 тысяч тенге. Торги состоялись, госсобственность ушла с молотка. До конца 2016 года в Южном Казахстане приватизируют 28 объектов коммунальной собственности. Среди них ЛТД «Турмыс» и «Жасыл Кала», «Ледовый дворец», футбольные клубы «Ордобасы» и «Каран», два здоровительных лагеря. Еще 17 объектов, подлежащих приватизации в Южном Казахстане, находятся в ведении национальных холдингов и корпорациях. Еще два в республиканской собственности – это санаторий «Арман» и фармацевтическая академия. Академию передадут в доверительное управление с правом последующего выкупа до конца 2016 года.